всем привет с вами канал артмания и у нас с вами вторая часть моих картин моей живописи как я начинала училась рисовать там было две папочки мы с вами предыдущие посмотрели кто не видела обязательно посмотрите там тоже есть очень интересные разнообразные работы здесь тоже следующее у нас получается 16 год 2016 вот здесь я уже тоже вот уже уже начинает получаться так довольно хорошо уже получше немножко и даже вы смотрите море то есть классно получается так вот здесь вот уже что-то подобие какое-то даже уже смотрите облака у меня здесь уже начинают появляться получаться вернее какие-то горы какие-то вот тут не особо конечно не очень нравится не облака больше нравится такие клевые так здесь я тоже что-то большими мозг мазками решила попробовать прессовать что у меня из этого выйдет получится или не получится есть многие художники которые рисуют маслом например но какие-то огромные просто мазки которые знаете смотришь на картину и просто ничего не понимаешь кажется что это просто какая-то палитра какие-то просто мазюки там непонятные такое было я помню мы ездили отдыхать на теплоходе заехали в плюс и там художники выставляли свои работы продавали одна женщина там был нарисован у нее камни как море бьется об камни то есть вода бьется об камни и это было просто измазанный холст непонятно чем там синие черное кори коричневая да серая просто все в перемешку ничего не понятно я стояла смотрела смотрела господи говорю что у вас тут нарисовано это продаете да это моя картина я вот так рисую я художник вроде вот я вообще была просто шокер что у вас здесь нарисовано бы вообще ничего не понятно вот море бьется об скалы в господи вот когда она это сказала начала присматриваться ну чего-то наверное разглядеть можно это просто мазня какой-то вот вот тут я тоже вот решила подобие нарисовать но я не люблю так рисовать потому что а это просто переводишь краски и холст я не могу так честно для меня проще это рисовать именно попытаться именно что-то нарисовать а не просто нарисовать мазюку какую-то какие-то там каляки маляки ну каждый художник видит свою работу по-разному вот тут я попыталась ну что-то знаете в принципе вот я сейчас смотрю такое интересное наверное можно остановиться и посмотреть подольше на эту работу я помню еще учитель говорил или кто-то я не помню кто-то мне говорил что если человек встанет и остановится около вашей работы просто остановится смотрит на нее значит вы нарисовали хорошо если он прошел мимо посмотрел значит вы нарисовали плохо картине должна быть некая изюминка должно быть не полностью все нарисовано а что-то не дорисовано тогда человек остановится и будет стоять смотреть как бы глазами дорисовывая нет это не он сказал другой где-то это на вебинаре Он не мог сказать такое Потому что он, наверное, все равно не занимался Так, тут видно у меня 16-й год Смотрите, какая клевая картина Тут прям цветочки такие А вот издалека прям вот так повесишь Уже классно, да? 16-й год А уже, смотрите, уже лучше Уже лучше Так, это я, по-моему, какую-то картину срисовывала Что-ли, я не помню уже Дерево вроде знакомое Тоже, смотрите, тут уже облака такие И здесь вот тоже переходящая Тоже такая интересная работа Так, здесь я уже Пробовала восковыми мелками Они мне тоже не подошли Я так перезлилась Больше ими не буду рисовать Но они у меня есть Они у меня есть классные очень Но, нет, это пока что не мое Как бы они есть и есть, это хорошо Я не буду их никуда девать, пускай будут Может быть, когда-нибудь я все-таки соберусь Так, здесь у нас отражение Ну, здесь как-то не очень Ну, так, средненько Мне не нравится Так, с букетами у меня тоже отдельная тема Не всегда получается Но ваза, смотрите, классно получилась у меня Ну, я еще только училась тогда Здесь вот тоже что-то подобие Потом я уже перестала просто рисовать эту вот линию Потому что, мне кажется, получается просто кошмарно С этой линией Как будто бы там лежит какая-то тряпочка Так, здесь у нас тоже чего-то Так, тут-то, смотри Смотрите, вернее Тоже такое что-то интересненькое Такое, мне кажется, можно на стенах повесить И немножечко любоваться Особенно летом Конец, вернее, лета Такое А, ну вот они, вот они наши пионы Это уже на вебинаре нас учили Рисовать пион Или нет Или нет, по-моему, не это Или это, не знаю Короче, не получается никак у меня с этим Так, здесь у меня гранат Желтый почему-то Здесь я уже сама его начала рисовать Но у меня стало, видимо, не получаться И я остановилась Видимо, я останавливалась Так, это вообще вот мои любимые работы Это, да, это вебинар Господи, как же ее зовут-то Художник Вообще, мой любимый художник Нет, здесь нет его Я его, наверное, знаете Найду И вам на экране где-нибудь Вот здесь вот Выйдет его имя Фамилия Он очень рисует классно И он рисует большими мазками Огромными Особенно маслом Это очень удобно делать Если масло хорошее В масляной краске Вот именно Это очень красиво смотрится И здесь вот оно немножечко у меня есть То есть, если гуаши рисовать Гуаши уходит очень много У меня гуаши заканчивались просто очень быстро Она же сама по себе мягенькая такая Вот И если рисовать щетины именно Вот кисточки Щетины или синтетика То вообще прям просто шикарный результат получается То есть, не как акварель Как я в детстве рисовала не в понимании Что же делать-то с этими красками Так вот Я помню, что Алексей по-моему его зовут Вот фамилию вспомнить не могу Так, здесь у нас Париж Тоже недорисованное Или я скорее всего не успевала Просто вебинар был Я скорее всего не успевала Вот Они быстро рисовали Бутылки стекло Стекло, кстати, довольно неплохое получилось Тоже это определенный навык приходит Здесь вот тоже мой любимый художник Очень классный У него очень-очень классные работы Господи, как его звать? Афремов Афремов Штольмов Забыла Вот не вспоминаю Уже живописью не занимаюсь Все, я уже не помню Тоже, короче, вам где-то вот тут вот Выйдет его имя, фамилия Да, нет, не вспомню я У него тоже красивые такие работы Именно вот эти вот мазками Именно сделаны Это все в таком же стиле Эта работа становится уникальной И такую работу не каждый может повторить То есть его работы это уникальные А те люди, которые повторяли Они все-таки отличаются Даже он сказал То, что он вот смотрит на работы чужих Они отличаются от его работы Говорит, я еще пока не нашел такого человека Который сможет мою работу повторить Прям копия так же Говорит, когда я найду Говорит, я всем скажу об этом, что ли Или счастлив он будет Короче, не помню, что он там сказал Здесь, нет, здесь не подписано Так, это снова моя сирень Вот эта, кстати, сирень уже гораздо лучше Чем в предыдущем ролике Там тоже у нас была сирень Не очень она была Здесь я уже постаралась Но здесь вот я смотрю У меня не очень получилась ваза Что-то вот тут вот Между листочками она как-то плохо просвечивается Ага, здесь у меня маки Это я рисовала, помню, на даче Сидела на даче Пленер у меня был Рисовала маки Меня там параллельно старались отвлечь От этих маков Задавая мне разные вопросы от родителя Вот, и Женщина же умеет мыслить Сразу две темы Вот меня, наверное, проверяли Ирисы тоже, помню, на даче рисовала Вот, но мне что-то они не очень нравятся Как-то я хотела погуще их нарисовать Но что-то они у меня не особо здесь поместились Так, это у меня горы здесь какие-то разные Такое чего-то Здесь вот Тоже, кстати, неплохо Здесь немножечко небо Вот Даль там Ну вот внизу мне не нравится Так, здесь у нас апельсины Это тоже, кстати, вебинар одного художника Не знаю, не кверх ногами Или так Нет А, нет Вот так Да, там дождь Вот Тоже он рисует очень-очень классные, красивые работы Тоже не помню, как его звать Ну, тогда он рисовал уже хорошо То есть в шестнадцатом году И сейчас он уже просто шикарно рисует Он развивается по своей теме И, конечно, он очень красиво рисует блёски всякие Такие капельки То есть вообще Тоже выйдет вам где-нибудь вот здесь его фамилия Имя, фамилия Так Десять минут мы с вами уже смотрим Давайте, наверное Это будет у нас вторая часть А третью часть я сделаю отдельно Там третья папка Третья и четвёртая, что ли, осталось И потом Я сейчас у мамы нахожусь И потом ещё я у себя дома сделаю Там тоже Пару папок есть Лучше пускай растянется по десять минут Я думаю, чем так будет интереснее Я смогу вам что-то рассказать Чем это будет затяжно в одном ролике Там два-три часа, согласитесь Вот На сегодня это всё С вами был канал Артмания Подписывайтесь, ставьте лайки Пишите комментарии обязательно И всем пока-пока И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok